Виктор Петрович Томенко Первый визит, я считаю, что это знаковый визит, потому что непосредственно тема касалась промышленности города Бийска, развития проблем в промышленности. И не случайно временно исполняющие обязанности посетил именно самые, наверное, сильные, самые мощные предприятия городские. Это Федеральный научно-производственный центр, производственное объединение Сибиромаш и Бийский вольный завод. Я скажу, что встреча была довольно-таки интересной, позитивной, конструктивной. Это и в плане того, что Виктор Петрович знакомился с предприятиями, и в плане того, что обсуждались и проблемы развития, проблемы, которые существуют сегодня у предприятий, через что им нужно пройти для того, чтобы все-таки мы получили более новый, более качественный уровень развития крупных промышленных производств, ну и в целом промышленного потенциала города Бийска. Я уже говорил, что мы можем пытаться решать те задачи, которые в городе стоят. У нас порядка 26 муниципальных программ, но если мы не решим главный вопрос, это развитие промышленности, повышение уровня зарплаты, чтобы она была действительно достойной, и, соответственно, отчисление налогов в казну города Бийска, мы никаких положительных результатов в плане содержания, обустройства города, мы не достигнем. То есть первично все-таки экономика, первично промышленность города Бийска. Ну и помимо того, что у нас прошли встречи непосредственно на предприятиях, производствах, еще потом по окончании состоялась большая встреча с представителями трудовых коллективов, с директорским корпусом города Бийска. Там присутствовали не только представители этих трех крупных предприятий, но и в целом всех промышленных предприятий города Бийска. Встреча, я скажу, была интересной, задавались живые вопросы, и в большей мере, наверное, все-таки вопросы задавали работники предприятий, как жители города Бийска. Это о дорогах, о других темах, которые зубодневные, которые интересуют буквально каждого из нас. Ну и надо понимать, что для того, чтобы у нас, опять же, и дороги ремонтировались, и строились, и все прочее, это как раз то, о чем говорили вы, нужно пополнение казны, это нужна работа предприятий. Ну и понимание этого у Рио-губернатора также есть. Конечно, конечно. Абсолютное понимание. Мы после этой части рабочего визита еще провели такую небольшую экскурсионную поездку по городу, прошли по старому центру, показали те памятники, которые у нас есть, в том числе не только красивую картинку, да, как у нас обычно это делают. Мы прошли и посмотрели и разрушенные, и находящиеся в аварийном состоянии памятники, и попутно обсуждались темы, в том числе благоустройства города, участие в комфортной городской среде, попутно обсуждались вопросы сноса ветхого аварийного жилья, которое у нас образовалось после переселения по окончании программы 2012-2017 годов, и попутно же обсуждались вопросы участия в новой программе, которая стартует, будем надеяться, в 2019 году. — Историческим центром нашего города Виктор Петрович как-то вдохновился, прочувствовал его? — Ну, я могу только, скажем так, субъективно, по своей оценке сказать, но мне кажется, что общее впечатление очень положительное. — Александр Петрович, 80 миллионов рублей, которые были озвучены на встрече с Гео-губернатором, выделены для Бельска, на какие это цели, деньги? — Вот, когда мы говорим о ремонте наших дорог, мы должны понимать, что есть дороги, очень сильно загруженные транспортным потоком. И так называемый гостевой маршрут — это больничный взвоз, Коммунарский, улица Шишкова, улица Максима Горького, то, что на Белокуриху уже это ответвление — это наиболее интенсивно загруженные автомобильные дороги. — По оценкам Управления жилищно-коммунального хозяйства, порядка 25-30% всех ресурсов, которые мы тратим на ямочный ремонт дорог, они уходят именно туда. И если бы мы имели достаточно хорошие и качественные дороги на гостевом маршруте, представляете, какие объемы мы могли бы направить на другие городские улицы, и сроки, соответственно, проведения ремонтных работ, они бы ускорились. То есть это были уже бы не вторая половина года, а летнего периода, а уже бы конец весны, начало лета, дороги были бы приведены в нормальное состояние. И вот тема ремонта гостевого маршрута, она для города Бискара, соответственно, очень важна. В прошлом году мы прошли стадию проектирования, разработки проектно-сметной документации на три улицы, больничный взвоз Коммунарский и, соответственно, улица Шишкова. Сейчас заканчиваем проходить государственную строительную экспертизу по больничному взвозу. Сдали документы, соответственно, по улице Шишкова на экспертизу. Ожидаем, что в течение месяца пройдем ее, получим положительное заключение. И это дает нам возможность, больничный взвоз мы будем ремонтировать за счет средств, которые поступают по линии Наукограда. А вот как раз улица Шишкова будет ремонтироваться за счет дополнительных ассигнований, выделенных из Дорожного фонда Алтайского края. 80 миллионов – это бюджет Дорожного фонда Алтайского края, 4 миллиона – это наше софинансирование в районе 5%. Итого 84 миллиона на ремонт улицы Шишкова. В этом году задача приоритетная – отремонтировать эти две улицы, а на следующий год уже зайти на ремонт Коммунарского и отремонтировать проезжую часть Коммунального моста. Тогда у нас будет очень красивый, хороший центр города, ну и самое главное, там будет хорошая улица с хорошими тротуарами. Речь касается не только ремонта проезжей части, это и тротуары, это и газоны. Спасибо большое, Александр Петрович, за содержание на все. Хорошо, всего доброго. Спасибо. Спасибо.